Ну что, все выше и выше поднимаемся, вот на эту скалу. Эти пейзажи впечатляют. Сейчас раннее утро, теперь ночи стали похолоднее и утром туман. Вот такой пейзаж вокруг меня, где я нахожусь, сейчас расскажу. Всем привет! Сегодня я вас приглашаю на новую прогулку. Нет, не по лесу. Сегодня мы с вами пойдем в деревню, в деревню Барбизон, деревня художников знаменитая. И мы с вами сегодня посмотрим и замок французских королей, и замок, который называется Фонтенбло. Перед тем, как пойти в деревню Барбизон, я хочу прогуляться вот по этому лесу. И немного вам покажу. Лес Фонтенбло огромный, он в 60 километрах от Парижа находится. И здесь сохранились вот эти огромные валуны. Они сохраняются еще после ледникового периода. И вот именно сюда, кстати, французы приезжают заниматься скалолазанием, начинают, вернее, заниматься скалолазанием, альпинизмом. Именно здесь, в этом лесу Фонтенбло. И, кстати, не случайно здесь два портрета двух художников. Миле и Руссо. Оба художника работали здесь, на пленэре, в этой деревне Барбизон. Суман, раннее утро, солнце только-только поднимается. Некоторые камни – это просто настоящее произведение искусства. Но произведение искусства, которое создала природа. Смотрите, какие интересные здесь камни. Ну, а теперь после прогулки по лесу, давайте прогуляемся по деревушке Барбизон. О, смотрите, это каштаны. Но это каштаны съедобные, потому что совсем другой лист. Прямо перед мэрией растут съедобные каштаны. Здесь находится знаменитая гостиница и ресторан. Так что, если вдруг кто-то из вас собирается во Францию приехать, то вот здесь можно остановиться. Это очень хорошая гостиница. Гостиница «Четыре звезды». Здесь очень вкусный ресторан. Он, кстати, гастрономический, с камином. И в Фонтенбол находится огромное количество художественных галерей. Я думаю, что это не случайно, потому что именно здесь жили и работали художники. Не импрессионисты, а те, что мы называем художники-барбизонцы. То есть первые художники французские, кто начинает работать на пленэре. Еще одна гостиница. Гостиница, спа и ресторан. Пожалуй, стоит выпить чашку кофе. Этот дом прямо перед нами. Здесь жил художник Жан-Франсуа Милле. Его картины тоже. Я вам сейчас покажу, во-первых, копии его картин. И сейчас музей. И его картина тоже в музее Орсе находится. Люблю приезжать в такие деревни рано утром, когда еще людей мало, еще все закрыто. Только вот там кафе открыто в центре. Сейчас туда пройду и выпью чашку кофе. Здесь в Барбизоне можно увидеть копии картин барбизонских художников. Мозаично из мозаики собраны. Но оригинал и живописные полотна находятся, конечно, в музее Орсе в Париже. Так, а это что за чудо-юдо? Давайте подойдем поближе, посмотрим. Как вам идея этого, этой скульптуры? Парбизонские художники. Смотрите, какой симпатичный ресторанчик здесь. О, мне здесь очень нравится даже. Вот ресторан, он при магазине. Здесь магазин с сыром. Ой, вообще здорово. Бочка, стол, вокруг стулья. Слушайте, прям замечательно. Мне здесь очень нравится. Можно что-то выпить. Сидор, пиво, вино, все что угодно. Ой, какие ароматы от этих цветов. Здесь овощная лавка очень симпатичная. Вот такие двери интересные. С витражами. Еще одно кафе. Ресторанчик вернее. Ресторанчик вернее. Это местная церковь. Давайте зайдем, посмотрим, какая она внутри. Это церковь. Такие красивые витражи. И музыка такая современная в церкви звучит. О, мне здесь нравится. И здесь рядом с церковью вот такой грот. Смотрите, овощной магазин. И здесь они на тротуаре прям поставили ароматические травы. Базилик можно купить. Мяту можно купить. Смотрите, как интересно. Какой симпатичный ночной магазинчик. Здесь магазин цветов и магазин сувениров. И посмотрите, какой интересный декор. Вау. Здесь очень нравится у них. Давайте посмотрим. Это блины. Это значит блины. Вот это блины мне очень нравится. Во-первых, смотрите, какие здесь окна старинные. И я здесь как-то обедала. Здесь очень вкусные блины. С сидором. Просто замечательно. Ну, еще закрыто. На обед откроется. Я прошла полностью исторический центр центральной улицы этой деревни Барбизон. И теперь мы с вами отправимся в Фонтенбло. Отсюда это где-то 6 или 7 километров всего лишь. Мы с вами приехали в знаменитый королевский замок Фонтенбло. Лестница отреставрирована. Давайте поближе подойдем, посмотрим. Как только приходишь сюда, план этого замка. Вот он огромный, этот замок Фонтенбло, который упоминается впервые в 10 веке. В общем, все короли здесь, начиная с 11 века и до 19 века, жили здесь, охотились здесь. Но сам замок, он самый разный. Здесь 16 век, это 17, это 18 с правой стороны. И вот эта часть двора называется двор белой лошади. Хотя вы скажете, какая лошадь? Белой лошади здесь нет. Была. Был когда-то здесь, вернее, задуман был памятник Генриху Второму по приказу Екатерины Меичи. Но лошадь привезли, а всадника на ней никогда не появилось. Так и осталось название двор белой лошади. Какие ароматы? Ммм, апельсином или лимоном, не знаю, что такое. Но цветут, и этот аромат распространяется по всему парку. О, а здесь уже мандаринчики маленькие. Красота. Эта лестница, она просто замечательная. Построена в форме подковы в начале 17 века. Проходим знаменитую галерею тарелок. И я вам сейчас покажу самый красивый зал этого замка. Вот это и есть знаменитая галерея, построенная по приказу короля Франциска I в самом начале 16 века. Здесь сохранились фрески той эпохи, здесь сохранились монограммы королевские. Изумительный потолок. И посмотрите, какой замечательный вид сады. Ну и здесь же сам красавец Франциск I, вот его бюст. Той самой эпохи, кстати, 16 века. Я вам покажу самые красивые залы. Здесь их очень много. Здесь старинный камин. Здесь уже другой, король Генрих IV. Великолепные паркеты. Ну, этот паркет уже более поздний, 19 века. А это мой самый любимый зал здесь. Это бальный зал, построенный во времена еще Генриха II и Екатерины Медичи. Поэтому здесь другая символика на потолке Генриха II и его полумесяц. Зал это середина 16 века. Таких залов больше нет. Бальный зал здесь танцевали. Вот здесь на этом балконе находились музыканты. Перед камином сидел сам король Генрих II и Екатерины Медичи. И перед ними танцевала придворная публика. Из окон этого зала открывается великолепный вид на французский парк. Потому что фонтанблог кружен парками. Замок это огромный, комнат много. Я вам покажу только самые-самые-самые комнаты. Здесь сохранился один из салонов замечательных. Со старинными габелленами, со старинными коврами. Так что теперь вы понимаете, что фонтанблог нужно обязательно посмотреть. Очень красивый зал. Здесь сохранились залы 18 века. Это тоже 18 век. То есть видите, здесь самые разные эпохи. 16, 17, 18 век. И спальня французских королев. И, пожалуй, самая красивая, самая богатая комната этого дворца. Это спальня. Спальня французских королев. Это уже 18 век. Великолепные ткани. Кровать, которая была изготовлена для Марии Антонетты. И посмотрите, какой великолепный камин. Французский. Хрусталь люстры. Тронный зал Наполеона Первого. Для Наполеона было перестроено. Его от ногла горлы. На потолок тот, что видел Людовик XIII, король старитый. Вот он, сам Людовик XIII, его портрет. А здесь мы с вами проходим спальню Наполеона Первого. Великолепная ткань. Наполеон спал не там, в парадной спальне, а здесь. Вот такая у него была походная. И самое главное, рабочий стол. А в следующей комнате Наполеон подписал отречение от престола. Вот именно за этим самым столом. И именно в этой самой комнате. Ну и закончим такой очень краткий обзор. Замка Фонтенбол в церкви. Королевская часовня. Начало XVII века. Левые сидели вот там, на втором этаже, на балконе. Придворная публика этажом ниже. На свежий воздух. Давайте подойдем вот этому пруду Карпов. Пруд, который был построен еще во времена тоже Генриха IV. То есть самое начало XVII века. Китайские. Здесь есть музей китайский, так его называют. Но, к сожалению, он закрыт. Сейчас посмотрим, где здесь карпики. Обычно здесь много. О, полно. Смотрите. Огромное количество. Какие они толстые, большие. Вау. Какой жирный. Вау, народный. Какой ты толстый. Смотрите, 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 какой толстый. Вау, огромный. Мой самый любимый парк, вот в замке Фонтенбло, это то, что называют парк Дианы, или английский пейзажный парк. Посмотрите, какая красота здесь. Огромный бук. И самые разные деревья высажены. Не стригут, как во французском парке. Ну, а название этому парку дала вот эта скульптура Диана. И весьма неприличные собачки, писающие собачки. Такой вот здесь фонтан. Первые желтые листья. Ну, вот здесь, в этих парках Фонтенбло мы с вами завершим нашу прогулку. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, что вы смотрите мои видео. И, как всегда, до новых встреч на канале «А Франции не только». Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok